Друзья, привет! В своем прошлом видеоролике я рассказывал о термальных курортах Турции, делал такой обзорный экскурс. И сейчас я хотел бы поговорить о том, с какими возражениями мне приходится сталкиваться, консультируя клиентов, которые интересуются вообще термальными курортами Турции. Ну, конечно, я понимаю, сложно менять свои привычки. И когда люди много лет ездили в стабильную, прогнозируемую и такую понятную им Европу, где все круто, где высокий сервис, все удобно, понятно, то, конечно, менять это все и ехать на неизвестные курорты, о которых тем более раньше никогда не слышали, достаточно сложно. Но, вы знаете, все познается в сравнении. Я много лет проработал в Европе, и когда меня пригласили в Турцию изучать термальные курорты, ну, ничего кроме скепсиса, у меня это не вызвало, да, эта идея. Я так посидел, подумал, ну, какие там термальные курорты, я вообще никогда о них не слышал. Зашел в интернет, там, посмотрел, нарвался на какой-то курорт Даламан, посмотрел там вообще один отель, думаю, ну, и что там я буду смотреть? Не знаю, как-то у меня, вы знаете, энтузиазма большого не было. Но потом коллеги меня убедили, давай поедем, посмотрим. Я поехал и вернулся настолько вдохновленным, что создал блок, посвященный термальным курортам Турции. Он сейчас единственный в мире, абсолютно уникальный, я им очень горжусь. И написал книгу по термальным курортам Турции, снял много видеороликов. Консультирую сейчас людей, и вот люди спрашивают, Владислав, ну, нам что-то как-то опасно, мне кажется, ехать в Турцию, да, вот. Мы там ездили, отдыхали в Бадрум или в Анталию, но в континентальную Турцию никогда не ездили, как-то нам страшно. Я вам сразу скажу, что абсолютно никакой опасности там нет. Это абсолютно безопасно. То есть никто там ничего с вами не сделает абсолютно. Да, есть города более такие консервативные, такие как Бурса. То есть там девушки замотанные ходят, там как-то все очень так строго. Но опять-таки, Бурса это международный тоже центр туризма. Туда приезжает очень много людей с разных стран мира на лечение. И, честно говоря, вот я ходил там, лицо себе не заматывал, челму не одевал. Я ходил нормально, на меня никто не смотрел. Абсолютно. Ну и гулял по Бурсе. То же самое я могу сказать и о других курортах. Там термальные отели Анкары или там, допустим, Афьон. Обычные курортные города. Да, соблюдается общественный порядок. Патрули, полиция местная, в общем, смотрят за порядком. Никакой опасности там абсолютно нет. Такие курорты, как Памуккале, вообще всемирно известные. Я туда, когда приехал на термальный курорт Памуккале, естественно, я захотел на этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я прихожу, а там русских тьма. Только русская речь и слышится. Огромное количество туристических групп, тысячи людей. То есть там все это по накатанной схеме. Приехал в Измир, то же самое. Либеральный такой город. У меня такое ощущение, что я куда-то во Францию попал или на побережье Адриатийского моря. Ну, люди расслабляются, гуляют. Абсолютно. Никто там на вас не смотрит. Туристический международный туристический центр тоже. Поэтому вот с точки зрения безопасности поездка на термальные курорты Турции так же безопасна, как и поездка на морские курорты Турции. Второе возражение, с которым я часто сталкиваюсь, это то, что мы никогда не слышали о термальных источниках и вообще насколько это эффективно. Хочу сказать, что я очень детально изучил потенциал термальных источников Турции, разговаривал с врачами, запрашивал специально таблицу химических свойств этой воды, сам проходил эти процедуры, разговаривал с клиентами, которые там лечатся, в том числе и с русскоязычными. И могу вас уверить, что лечебный потенциал турецких термальных вод огромный и ничем не уступает термальным водам Европы. Самый простой пример. Возьмем знаменитый курорт Пештяны, где минерализация воды составляет 1500 мг на литр. Что такое минерализация? Это количество микроэлементов, содержащихся в воде. Минерализация, повторюсь, Пештянской воды 1500 мг на литр. Минерализация термальной воды в Афьоне, на термальном курорте Афьоне, 4700 мг на литр. В Памуккале 2700 мг. То есть потенциал этих вод намного выше, чем той же воды в Пештянах. Возьмем, допустим, тот же Хивис, куда там ломятся тысячами клиенты. У них минерализация 570 мг на литр. Ну вот сравните, насколько эта вода по своему лечебному потенциалу отстает от термальных вод Турции. Что касается классического лечения, уверяю вас, опыт турецких врачей ничем не уступает опыту европейских врачей. Ни на одном курорте Европы я пока что не видел, чтобы там возвращали подвижность полностью парализованному человеку. Вот простой пример. Я был в Памуккале, термальный отель Пам. Там была пациентка, она 3 года была парализованная. Полностью парализованная, она могла двигать только глазами. Она говорит, от меня в Германии отказались. Клиники в Германии не хотели брать. Никакие курорты в Европе мне помочь не могли. Меня взяли здесь в Памуккале и говорит, я вылечила здесь, я полностью восстановилась. Но она еще не ходит, но она уже встает. То есть представьте, человек полностью парализованный был, двигать мог только глазами. А сейчас ее полностью восстановили и даже мелкую моторию курок. Она пишет, на телефоне там печатает, кушает сама и даже встает. У меня видеоролика не есть, я в описании к этому видеоролику оставлю ссылку. Посмотрите, там кратенький видеоролик, по-моему, около минуты. Она рассказывает о себе. Вот вам лечебный потенциал физиотерапевтических отделений при термальных отелях Турции. Цены, уверяю вас, цены такие же, как в Европе. И я остановился на многих пятизерочных отелях. Потом мы специально сравнивали. Я говорю, я сидел с директором отеля, открывал сайт бронирования курортов в Европе. И мы сравнивали цены. Пятизерочные отели в Турции дешевле, чем 4 звезды в Карловых Варах, в Марианских Ладнях, в Пиештианах и в том же Хивизе. То есть там очень классные цены. Языковой барьер. Да, языковой барьер там действительно присутствует. В Бурсе, допустим, там никто на русском языке не говорит. То же самое в термальных отелях Анкары. В Памуккале русский язык там понимают. И есть даже русскоговорящие переводчики. В Афьоне там тоже в принципе можно объясниться. Но даже самого простого знания английского минимального этого достаточно. Но я вам скажу более. Я разговаривал с директорами термальных отелей. Они говорят, что вы знаете, вы просто нам клиентов присылаете, а проблему перевода мы решим. Мы найдем русскоязычных переводчиков. Они есть и в Афьоне есть, и в Памуккале есть, и в Измире есть. Это и в Бурсе есть. Это не проблема. Они говорят, вы просто нам давайте клиентов, присылайте клиентов. А мы наймем людей, которые будут им обеспечивать комфортное пребывание. Значит, и еще одно возражение, что касается переездов. Значит, смотрите, транспортная логистика вообще в Турции хорошая. У меня есть таблица трансферов подробная. Вот куда лететь, как добираться. Я разговаривал с транспортными компаниями. Мы с моими коллегами наладили там всю эту схему переездов от аэропортов до термальных отелей. Поэтому вам думать не придется вообще. То есть все уже придумано, организовано. Да, там есть курорты, до которых ехать от аэропорта 2,5 часа. Ну и до Карловых Вар ехать от Праги 2 часа. До Марианских лазней 2,5 часа. До Хивиза, если вы прилетаете в Будапешт, 3 часа нужно ехать. То есть это практически те же расстояния, что в Европе. Поэтому, вы знаете, бояться ничего не надо. Абсолютно. Если нужно лечение, нужно ехать и лечиться. И все. И я абсолютно уверен, и я могу дать гарантию того, что качество лечения на термальных курортах Турции вообще ничем не уступает качеству лечения на европейских курортах. В описании к видеоролику ссылка на мой блог о термальных курортах Турции. Если вы все еще сомневаетесь, переходите, читайте, смотрите фотографии, смотрите видеоролики. Я всегда доступен для вас по телефонам и e-mail, которые указаны в описании к видеоролику. Звоните, консультируйтесь, с удовольствием вам помогу. Здоровья вам и хорошего настроения. Пока!